На улице нешуточные минус 10, а это значит зима совсем близко. В такую погоду важно, чтобы самым юным жителям было тепло и уютно. К сожалению, те, кто приехал в наш район совсем недавно, не всегда имеют возможность обновить гардероб малыша к зиме. В этом им нужно помочь. Благотворительная акция для беженцев с юго-востока Украины прошла в районной администрации. Новые сапожки, комбинезоны и курточки – подарки, от которых теплеет и не только на сердце. Такая помощь беженцам оказывается не первый месяц. Сейчас в Щелковском районе проживает около 900 граждан Украины, в том числе более 250 детей. Многие из них приехали летом. Сразу пришлось решать самые насущные проблемы. Малышей пристраивали в детские сады и школы. Теперь ребятам необходимо помочь подготовиться к холодам. Россия – это общий большой дом. И в нем всегда найдется место и не только состраданию и соучастию, но и той руке помощи, которую протягивает наши уважаемые коллеги. Мы собрали заявочки от всех родителей, которые дети учатся в школах, дети посещают детские садики или просто приходят в администрацию, мама с детьми дома, но помочь ей некому. Чтобы получить обновки для детей, желающим необходимо заполнить небольшое заявление. Так 75 малышей уже успели утеплиться. Первоклассник Павел Саранов примеряет новые ботинки. Его семья покинула родной город Горловка несколько месяцев назад. При довольно грустных обстоятельствах боевые действия в городе продолжаются до сих пор. Гибнут мирные жители, гибнут дети. Буквально на прошлой неделе, 14 числа погибла семья. Двое маленьких детей. Просто снаряд прилетел. Семья села кушать, ужинать и прилетел снаряд. Сейчас Паша пошел в первый класс Щелковской школы. Жизнь семьи Сарановых постепенно налаживается. Признаются, такие мероприятия весьма кстати. Помогли с канцелярскими принадлежностями, а теперь вот и с зимней одеждой. Акция продолжится. Деньги перечисляются через фонд Красного Креста. Свой вклад уже сделали более 12 предприятий Щелковского района. Организаторы надеются, что найдется еще много желающих поддержать ребят. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания Щелково.